Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Я уже очень давно сижу на 24 этапе чемпионата, и никак не перехожу на второй престиж. В общем-то, сегодня я решил это наконец-таки сделать, соревноваться с этими противниками в 24 этапе чемпионата я не буду, потому что танка у меня для этого, ну, особо-то и нет. Вот, в общем-то, посмотрите, здесь я играл с золотым корпусом, когда переходил мгновенно, и на первом ранге. Потом я также продолжал играть этим титаном, просто здесь тачку поменял в последний момент. И, в общем-то, в конечном итоге я дошел все-таки еле как до 24 этапа, хоть тут и было практически все мгновенно, но все же это было достаточно тяжело. И сейчас я решил собрать тачку как можно более из легендарных деталей. Вот у меня здесь такой вот интересный импульс, потом вот эти два колеса, и, в общем-то, у меня получилась вот такая вот мощная пирамида. Но, если честно сказать, она мощная только по здоровью, урона у нее не особо много, и колеса у нее вообще ужасные. Я вообще ничего не могу, кроме циркулярок, сюда толком поставить. Причем еще одна циркулярка иногда может даже не доставать до противника. То есть танк у меня получился не очень мощный, и убивает он только двоих-троих противников вот в этом этапе чемпионата. В общем-то, все я вроде бы подготовил. Вот у меня есть два вот таких вот суперящика с тремя коронками для следующего, ну, для следующего моего престижа, чтобы, если у меня там что-нибудь не очень пойдет, то я могу их спокойно использовать. В общем-то, давайте, ребята, я уже тут, ну, мне уже тут нечего делать, но тут на ставках есть пару вещей, я их тоже оставляю, они у меня все равно пропадут, и ставку мне придется делать заново. В общем-то, давайте переходим, и нам больше уже ничего не остается. Нажимаем кнопочку престиж, вот такой вот у меня обу и теперь ник с такой вот красивой медалькой. И, в общем-то, давайте посмотрим. Мне дается новая наклейка, я на самом деле не помню, по-моему, за первый престиж давалась фиолетая, вот сейчас мне уже дается голубая, и давайте, наконец-таки, перейдем, а то я уже сколько сижу на этом рейтинге, когда у меня для моего этапа уже максимальный рейтинг, я не могу ничего сделать. Все отлично, у меня новое достижение, у меня 751 тысяча рейтинга, причем ровно, и это, на самом деле, очень классно. Так, сколько мне там до моего следующего противника? Мне нужно набрать 905 тысяч, это, на самом деле, будет очень сложно, и давайте посмотрим, что у нас там есть по оружию. Мне дали вот в этот раз такую вот проныру, по-моему, в тот раз у меня, была, кажется, классика, вот проныру у меня не было, ну, давайте посмотрим, поставим, да блин, что ты не ставишься-то, вот так вот наклейку, и потом возьмем вот такую вот ракетницу. Да блин, что у меня такое-то? Что-то с мышкой не то, не хочет работать хорошо. Так, из аксессуарочков у меня ничего нет, так что ставим только ракетницу. Ну, в общем-то, что, сейчас троих побеждаем, и первый этап у нас уже заканчивается. Посмотрим, как со мной будет играть сегодня рандом, может быть, мне выпадут много легендарных ящиков за мгновенный переход, может быть, мне выпадет много супер ящиков за мгновенные переходы. Все, мы это посмотрим. Блин, тут все такие парни одинаковые, как будто бы боты в первом этапе чемпионата. Все такие одинаковые, все катеры без оружия. Очень странно. Ладно, смотрим, что у нас дальше. Теперь у нас проныра без оружия, как у нас, прямо один в один, только, конечно, без оружия. Все, мы ее убиваем, и, в общем-то, переходим в следующий этап чемпионата. Как видите, все мои маски, шляпки, очки сохранились, что, на самом деле, очень классно. И не зря я их купил на 24 этапе за золото, прям все доедины. Так что теперь я могу уже на них спокойненько не копить, только на те, которые, получается, у меня за кристаллы. Вот на эти я пока что коплю. Неплохой, кстати, мне выпал сейчас этот, титан. Можно будет его поставить, потому что, ну, он реально прикольненький. Так, циркулярка неплохая. И выпал катер для близнецов. Но близнецов у меня пока что нет. Ну, в общем-то, давайте посмотрим, что мы можем сейчас собрать на данный момент. Я бы поставил, на самом деле, этот вот корпус. Он мне очень даже понравился. Но здесь есть вот такие вот интересные... Ой, такой вот интересный титан. Ну, на него что-то поставить. Только из аксессуарчиков можно две штучки. А у меня их, на самом деле, и нет толком. А тут у нас что? Есть у нас для лазера. Ну, давайте поставим этот лазер... Ой, этот катер. А, хотя, смотрите-ка, у лунохода гораздо больше здоровья, но энергии поменьше. Ну, давайте его поставим. Может быть, у меня хватит. Ага, все, отлично. У меня хватает нам вот эту вот циркулярку. Поставим вот это вот колесо. Вперед поставим, пожалуй, поменьше какой-нибудь, чтобы не промазывать или что. Нет, тут 13 здоровья, так что поставим этот скутер. Все, поехали в бой. У нас уже такая неплохая машинка. Кстати, я не замечал то, что на луноходе так много хп. Так, здесь парень у нас помощнее немножечко, но у нас урон не такой, как у него. У нас мгновенно он наносится, а у него по времени. Так что мы его выиграем. И здоровья у нас немного побольше было. Вот здесь вот уже, наверное, все-таки все равно мы выиграем, потому что превосходим по урону. Ну, сейчас 9 раз подряд выиграем, да и, в общем-то, все, в следующий этап можно спокойненько переходить. Ну, я еще раз повторюсь, ребята, то, что, конечно же, проще проходить все этапы, когда ты уже на каком-то престиже. И чем больше, тем это еще легче, на самом деле. Потому что самый первый раз, это самый сложный момент, когда очень долго проходишь игру. Я помню, когда сам проходил, у меня там за все это время, которое я все это проходил, у меня там накопилось столько ящиков, я их столько открыл, что в конечном итоге у меня там было реально очень много вот этих всяких монеток, золота. Ну, очень много накопилось. Так, неприятный момент с этим парнем. И что, успеет до него доехать стенка или нет? Мне кажется, все-таки не успеет. Ну, давайте тогда пропускаем. Что-то много времени на него потратили. Неудачно, наш первый проигрыш был против катера, который как-то неудачно встал для нас. Ну, ладно, в общем-то, дальше давайте посмотрим. Тут у нас классика такая. Можно, кстати, наклейку мою единственную пока что наклеить. Вот, и посмотреть. Потому что пока я их оставляю, вообще не продаю. Что-то у меня в этом какой-то такой прям жесткой необходимости в золото не было, и я не продавал свои наклейки. Уговорок, конечно же, не хватает, и они продают. Вот, но у меня их там было так много, что это просто капец. Отлично, переходим в следующий этап, и нам дали... Ох ты, легендарный сундук. Ну, давайте какое-нибудь классное колесо, я был бы очень рад. Самое классное то, что это легендарный сундук. Так, возьмем такой кулачок, очень прикольный, кстати. Так, для ракетницы, для ролика... Ой, точнее, ролик. И титан для пилы. Ну, это самая лучшая легендарка, которая могла, конечно же, упасть. Потому что, ну, видите, где располагается у нас классно так пила. И это мне очень нравится, на самом деле. Хотя, я шучу, это был все сарказм. Это самое отстойное, что могло только выпасть. И меня это, на самом деле, бесит. Вот эти все всякие катеры, у которых там где-то в попе вообще проем для оружия. Он на пилу, на дрель, либо там еще на что-нибудь в этом роде выпадает. Это вообще полный отстой. Ну, наверное, мы поставим вот эту вот классику. Хотя, если я, конечно, поставлю ковшик, то можно попробовать. А у меня ковшика-то и нет. Ну, тогда не попробуем. Ставим вот эту самую мощную классику на данный момент, но по звездочкам. Хотя, может быть, мы ее не будем ставить. У меня тут аж есть колесико для вот этого лунохода. И у него ХП так нормально. А ракетница у меня какая есть? Не, ракетница у меня слишком слабая. Давайте поставим вот так вот. Потом это вот сюда. Ага, энергии недостаточно. Нифига. Блин, это я не учел, на самом деле. Здесь для близнецов. Ну, блин. Ну, что поделать. Придется все-таки ставить, наверное, вот это. И на него, на этот титан я нацеплю циркулярку, думаю. Вот эту вот на две звездочки. И она уже будет нормально так дамажить. Дальше что у нас по колесам? Здесь поставим вот такой вот ролик. И поставим, пожалуй... Блин, это колесо, если я поставлю, я, интересно, буду переворачиваться. Ну, давайте лучше так вот сделаем. Ага, здесь наоборот помешано. Ну, надеюсь, то, что я переворачиваться не буду, потому что вот эта вот циркулярка должна весить немножечко вперед. И, ну, она должна перекатываться. Ага, вот в чем прикол. Ну, здесь тачка такая себе против нас. Но у нас здесь проблемы. Блин, 12 человек-то я победить, интересно, смогу этой машиной. Просто что-то мне слишком с корпусами не повезло. И это не очень удачно получилось. Окей, идем дальше. Одного уже победили. Дальше идет у нас вот такая вот проныра. Хорошо то, что у нас тоже спереди стоит ролик. И мы ни на кого не наезжаем. И все просто окей. Так, его победили. Потом у нас идет чувак с ковшиком. Блин, а тут... Ну, он что-то как-то нас не может поднять. Так что хорошо. Три победы у нас уже есть. Пока что только один проигрыш. Вот с этим парнем будет интересно. Хотя мы не переворачиваемся. И, по идее, должны выиграть из-за урона. Ну, давайте посмотрим. Блин, надеюсь, мы успеем. Ага, нифига не успели. Что-то слишком долго мы с ним дрались. Пока что здесь нет такого нормального оружия, чтобы у нас хватало так урона. Потом мы по 50 ударов друг другу наносим. И нас, конечно же, стены будут забирать. Так, здесь уже у чувака побольше урона. И он достаточно мощный противник для меня такой становится. На 4 у него больше урона. Но все-таки вроде как мы выиграли. Отлично. Так, два проигрыша у нас пока что есть. Если мы сейчас еще кому-нибудь проиграем, то можно сразу выходить и идти прокачивать тачку. Либо же делать новую. Вот, по-другому уже никак. Но хотя на данный момент этот корпус самый мощный у нас. И ничего с этим не поделаешь. Так, здесь вот этот вот говнюк, который, блин, имеет все шансы на победу. Но он перевернулся. И отлично. Идем дальше. Слишком долго бои, на самом деле, идут. И это меня нервирует немножко. Но если бы, конечно, можно было все это пропускать, если бой очевидный, было бы вообще просто идеально. Так бы гораздо больше можно было. Оу, щит, этот мощный парень. И у нас уже не хватает для мгновенного перехода. Так что мы, пожалуй, отсюда выходим. Так, ну и что? Все, смотрим, что у нас есть по другим деталькам. Может быть, можно поставить вместо циркулярки что-нибудь другое. Лазер, например. Но я только не знаю, будет ли он доставать до противников. Ну, конечно, у нас слишком так вниз смотрит. Конечно, возможно, то, что он будет доставать. И давайте, в общем-то, попробуем. Если не сможем, то придется уже открывать ящик. Который у меня был подготовлен для более, конечно, таких больших этапов. Ну, ладно, что поделать. Так, этого мы выиграть не можем. С этим что? Тоже что-то не достал. Ну, ты что? Ну, что-то не достаешь-то, а? Ну, с этим давай, отлично. Ваншотнули. С этим что? Ну, успеем, успеем, отлично. Еще одного убили. Ну, там некоторые мгновенно перешли. Ну, блин. Ну, без циркулярки это вообще самая неустойчивая конструкция. А если я буду что-то другое брать, то... Блин, а надо даже попадать по противникам-то не будет толком. Что делать-то теперь? Блин, так стыдно то, что я на таких этапах застреваю. Это вообще полный отстой. Так, что у нас еще по корпусам-то есть? Ну, такая вот есть классика. Ну, что я на нее поставлю-то? Урона не так уж и много. Ну, урона-то нормально будет. А самое тупое то, что хп очень мало у этого корпуса. Ну, давайте попробуем сюда поставить вот этот вот лазер. И все. Больше у меня ничего такого нет. Давайте попробуем. Надеюсь, все-таки что-нибудь получится. Поехали. Этого парня что? Мы сможем? Да, смогли. Замечательно. Идем дальше. Так, с этим что? Поднимет или нет? Нет, не поднимет. Так что мы его побеждаем. Все отлично. Тогда мы уже, наверное, думаем мгновенно перейдем. Что уж тут? Если только вот этого убьем, но не хватило по времени. И хп тоже маловато. С этим что? С этого побеждаем. Ну, все, вроде бы можно. Только одного, по-моему, пока не побеждаем. Если с этим все получится. Ну, нет. Ну, блин, что за бред-то, а? Как же все тупо-то? Ну, давай, успей. Отлично, все. Теперь мне, короче, нельзя никому больше проигрывать. И я уже проиграл. Да, блин, что это за бред-то полный какой-то? Я вообще что-то не могу. У меня нет никакого у меня аксессуара, ничего. Короче, давайте я пофиг, открываю этот ящик. Что еще поделать-то, раз мне так тут не везет жестко. Так, комета выпала, неплохая импульс. Наконец-таки хоть что-то выпало из аксессуарчиков. На что у нас этот вот липкий диск? Был бы на классику, было бы замечательно. Так, на классику, отлично. И все вроде бы, что еще? Тут больше ничего нет такого. Окей, а по оружию что у нас новенького? По оружию ничего нет мощнее этого лазера, да, на данный момент. Ну, конечно, есть равные ему вещи, но это не так уж и важно. Так, это мы поставим вот сюда. И по корпусам комета выпала, но на ней слишком мало энергии. И с этим ничего не поделаешь. И вот такая вот пирамида. Ну, для пирамиды у меня ничего нет. Ну, давайте сейчас попробуем. Может быть, сейчас что-то получится. Не знаю. Так, а вот с этим парнем интересненько. А, ну мы его побеждаем. Ну, все, давайте пробовать. Давайте пробовать. Если получится, будет замечательно. Я уже, блин, так что-то застрял на таком этапе маленьком. Это вообще полный отстой. Окей, этого побеждаем. Идем дальше. Этого тоже, по идее, должны. Ага, найс. Ну и с этим смотрим. Надеюсь, не поднимет говнюк. Найс. Или это не этот был? Фиг знает. Вот этот вот побеждал. Ну, а нет, он не побеждал. Он же на меня заехал. Просто сейчас у меня импульс был. Ну, наверное, те, которых я не мог убедить, уже мгновенно перешли. Потому что у них уже более удачные конструкции, чем у меня. Мне что-то как-то не очень повезло. Окей, этого отталкиваем. Он вообще переворачивается. Найс. Там вот эти вот, кто с ковшиками были, вот с ними опасно на самом деле. Но они вроде как-то перешли. Ну, сейчас мы всех побеждаем с помощью этого ящика уж. Что поделать-то? Что? Ну, все-таки не зря я их оставил. Они мне пригодились. Отлично. Напугался то, что на этого заеду. О, вот это вообще самая идеальная конструкция. Парень просто постарался. Юный инженер профессиональный. Окей. И вот этого, наверное, тоже сможем, да? Ага. Все. Переходим. Отличненько. Наконец-таки смогли. Те парни перешли. И это найс. Так, что у нас? Супер ящик. Ну, ладно. Супер ящик пойдет. Из него побольше деталек будет, чем из легендарного. Но, конечно же, приятнее было бы, если бы был легендарный. О, первый раз такие наклейки вижу. Наушники. Это вообще классная наклейка какая-то. Ну, я ее взял, конечно, она мне первый раз все-таки попалась. Так, вот такой вот катер неплохой выпал. Потом проныра. Бигфут для титана. Как меня бесят бигфут и для титана. Ведь всегда падают титаны на этих бигфутах, блин. Так, дальше смотрим. Давайте другой танк соберем. Потому что у меня там уже этот вот катер выпал, интересно. Я его, пожалуй, возьму. Потом на него я нацеплю вот этот вот бигфут. И вперед, пожалуй, поставлю. Что вперед-то поставить-то? По урону. Ой, чтобы вот так вот было нормальненько. Вот это, наверное, поставим. Потом возьмем вот этот вот лазер. И возьмем, пожалуй, вот эти вот импульсы. Две штучки. Они как раз-таки мне подойдут сюда. Я вот думал, может быть, колесо поменьше взять. Потому что что-то переднее слишком большое. Но давайте посмотрим. Смотрите, хп вообще очень хорошо так у нас. Давайте пробуем. Тут уже надо 14 выиграть. Так, так, так. Нет, колесо все-таки нужно брать поменьше. Это слишком большое. Это уж слишком большое. Ну, давайте возьмем поменьше. Там у меня был, кстати, очень классный липкий шкив. Вот он. Его поставим. Хоть и на 15 меньше здоровья, но ничего такого. Так, ну все, давайте попробуем. Что сейчас получится? Надеюсь, с самого первого мы того сможем. Хотя тут уже другой противник. О, как классно он подлетел-то. Прямо из-под нас вылетел. Это супер было. Так, у этого тоже много урона. И здоровье тоже неплохо. И, блин, даже не знаю. Если бы, наверное, мы его не перевернули, он бы нас все-таки на изи затащил. Так, идем дальше. Отлично. Против титанов я люблю импульсы. Они так классно от них переворачиваются. Дальше у нас этот паренек. Но у него мало хп. Надеюсь, то, что он меня не завалит. Ну, блин. Ну, там вообще секунд. Прям миллисекунд не хватило, чтобы его убить. Ну, все, выходим. Что тут поделать? Надо лазеры немножечко вкачать сейчас. И тогда уже можно будет пробовать. Сейчас скачаем его немножко. Чтобы в него закинуть. Так вот. Давайте вот этот вот легендарный титан закинем. Плюс пять урона. И можно, пожалуй, вот этот вот титан тоже сюда закинуть. Все, отлично. Поехали еще раз попробуем. С этим парнем, я уже думаю, справимся. У него оружия даже нет. Ну, тут слишком быстро парни мгновенно переходят. И это на самом деле классно. То, что потом они мне не достаются в противниках. Отлично. С одного выстрела уже этого парня. Дальше у нас тоже идет мощный чувак. И отлично. Успели, успели. Замечательно. Так, здесь тоже неплохой парень. Блин, он сейчас еще нас перевернет, небось. Блин, ну давай немножко. Ну, блин. Ну, почему так не везет? Реально, милиписьки просто хп не хватает. Это так тупо. Ох. Прокачаем тогда немножечко наш катер. Что еще с ним делать-то? Так, наверное, в него я закину все вот эти вот ненужные мне детали. Их реально полно. Кстати, почему у меня так много денег? Мне, походу, с прошлого этапа накинулись, типа, за защиты. Ну, такое иногда бывает, короче. Так, что у нас дальше? Колеса я оставлю все, потому что деревянные колеса очень часто в ставках, ну, появляются. И они потом мне пригодятся. Так, смотрим, что по этому пареньку. Да, мы его убиваем. Все отлично. Смотрим дальше. Так, ну, с этим тоже должны, по идее, справиться. Но нифига. Ненавижу классики. Хм, надо думать, что делать, ребята. Может быть, убрать одно колесо сзади? Либо просто, нет, спереди уберем одно колесо. Чего у нас с этого получится? Конечно, она будет вперед так переворачиваться, наша тачка. Но зато у нас всякие классики побеждать не будут. О, вот, хорошо. Одного мы уже победили, точно. Может быть, у меня такой конструкции получится победить. Кстати, у нас недостаточно игроков для мгновенного повышения. Дальше что? О, нифига себе. Вот это офигенно получилось только что. Блин, вообще классно. Надеюсь, то, что... А, ну все, он сразу помер. Окей. Но это было классно, если честно. Так, ну здесь мы не попадаем. Но если стены, конечно, откроются, мы его затолкаем. Так, ну, надеюсь, нам хватит времени и хп для того, чтобы его затолкать. Отлично. Блин, такая странная машинка. Побеждаем так много ребят, капец. Ну, реально очень странная. Но она, конечно, ни по кому не попадает толком. Так, ну стены давайте побыстрее немножко. Отлично. Блин, мы всех тупо заталкиваем. Просто давим своим количеством хп. Отлично. Этого мы тоже сейчас, наверное, убьем. Супер просто. Всех так убиваем. Эта тачка какая-то очень странная. Но все-таки она выигрывает. Это, на самом деле, очень странно. Так, с этим у нас что? Блин, этот на нас не заехал. Но мы ему тоже при этом наносим урон. И... О, да. Вот теперь у меня как раз-таки мало хп осталось. И мы его все-таки смогли победить. Так, здесь у меня, думаю, хватит хп на то, чтобы его потом затолкать. Ну, не знаете, что кажется? Он сейчас начнет переворачиваться и меня импульсом оттолкнет. А, нет, нифига. Окей, тогда все классно. Так, дальше у нас вот такой вот титан. Ну, конечно же, он переворачивается. Это же титан. Что поделать-то с ним? Они все так переворачиваются. Ну, давай, умирай. И все, отлично. Блин, если честно, это все очень долго так идет. И надо мне просто проверить, всех ли мы сможем победить. Этого можем. Дальше. Этого тем более. Этого. Этого, кстати, не можем. Первый танк, который мы не можем победить. Этого можем. Этого не можем, наверное. У него слишком много урона. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что у нас появились, чуваки, для мгновенного перехода. Ага, все, появились. И что у нас по этому парню? Ух ты, неплохой такой. И урон тоже мне наносит. Ладно, давайте поставим тогда колесо. И попробуем уже сыграть. Надеюсь, мы уже всех сможем победить. И все будет просто классно. Поставлю тогда вперед я ролик маленький. По-другому уже никак, потому что на другие все колеса мы заезжаем. Ну, все, пробуем. Первый чувачок. Ну, блин, слишком низко он нас опустил. Это отстойно. Ладно, выходим. Придется другое колесо брать. Блин, ну, вообще, что-то я не могу нормально так тачку собрать. И, не знаю, всегда я так туплю на этих первых этапах. Это вообще отстойно. Ладно, давайте еще раз. Самое главное вот этого чувака выиграть. Все отлично. Сейчас мы его побеждаем, по идее. Да, найс. А теперь игроков недостаточно для мгновенного повышения. Да они издеваются, что ли? Ну, это вообще полный бред. Ну, давай, сейчас ждем последнего игрока. Ну, это капец полный. Мне так не везет. Вообще, вот, реально, это такая не очень удачная у меня серия получилась. Но я все равно ее выложу, потому что все-таки я в новый престиж перешел. Чтобы вы знали, то, что я теперь во втором престиже. Теперь можно, кстати, открыть еще одну дополнительную вторую ставку. Которую, кстати, у меня очень часто просили, чтобы я в группе выкладывал. Давайте откроем и посмотрим на нее хотя бы. Что у меня за новое достижение? Студент. О, спасибо. Я изучил навыков. Там определенное количество. Ух ты. Очень прикольная так-то фигня. И, на самом деле, можно будет сюда ставить. Здесь, кстати, военные детали есть в ставках по сравнению с этими. И мои вещи со ставки слетели. Потом надо будет сюда что-нибудь залить. Здесь я залью налево. Здесь я залью, пожалуй, тоже налево. Хотя, на самом деле, все-таки здесь очень неприятный противник у катера. Потому что на пирамиды всегда все катеры заезжают. Ну, потом посмотрим. Если что, проверю. Может быть, если у меня корпуса будут. Ну, посмотрим. Что у нас там появились, чуваки? Давайте посмотрим. Ага, все. Давайте биту сразу нажимаем. Ну, там какой-то у нас из них, блин, выиграл. Ну, надеюсь то, что сейчас у него не получится нас победить. Надеюсь то, что мы мгновенно все-таки сможем. Так, с этим что? Он же вроде нас не мог победить. Он что, хп прокачал? Нет. А звездочку как-то отобрал у нас. Так, ну с этим проблем были. Ага, все, отлично. На него мы просто заезжали. Этого тоже убиваем. Сейчас на кого-то 100%. Ну, вот он. А, нет, все, тут классно. Эй! Что за фигня? Блин. А, ну все, окей. Ну, вот это мы с ним устроили, конечно, гонки вдвоем. Друг друга туда-сюда пинали, блин. Смешно немножко было. Ладно, этого тоже убиваем. Пропустить, конечно, нельзя бои, которые я точно выигрываю, чтобы мгновенно перейти. Ну, что поделать. Придется именно так делать. Хух, хорошо, что на этого не заехали. Дальше классика с высоким колесом спереди. Тоже побеждаем. Валун. Блин, не знаю, будет ли классика тосковшиком, который мы не могли победить. Посмотрим. Вот так классно, только что спустились этим шкивом моим липким. Так, этого побеждаем. Вот он даже урон не наносит. Классно. Пока что я что-то не клеил наклейки на корпус. Ну, что-то не знаю даже. Так, этого вроде бы выигрываем. Отлично. Смотрим дальше. О, что поэтому? Мы на него заезжали, да, кажется? Эй, ну не хватит сейчас времени. Серьезно, боже. Что за издевательство надо мной, я? Это просто жесть какая-то. Надо мной просто реально издевается вот эта вот компания, которая сделала игру. Меня кидает с каким-то чувакам, которых я просто не могу победить. То у меня машина на них заезжает, то еще что-то. В общем-то, ребята, я, короче, не могу пройти этот этап на серию. Потом, может быть, без записи я что-нибудь еще открою. Вот этот вот ящик. И потом в итоге я все-таки его пройду. Но серия уже 23 минуты длится. Я как дебил не могу пройти 4 этапа чемпионата. Но это вообще полный отстой. Причем я прошел только те, где нужно пройти, получается, 3, 9 и 12. И все. Так что, блин, можно уже сказать то, что я полный нуб и вообще удалять игру. Но на самом деле я этого делать не буду. Но реально, что-то мне очень сильно не подфартило. Можете мне в комментариях называть нуб. Но просто уж неудачно так получилось. Ладно, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok